Ну что, друзья, еще раз добрый вечер. Давайте по традиции уже поставим цифру в чат, если меня слышно. Ребята, если у кого-то нет звука, я вам рекомендую поменяйте браузер, зайдите с другого браузера или с Explorer или с Firefox, может быть с Google Chrome. Ну, большинство людей все-таки слышат. Итак, сегодня наша школа очень важна, особенно важна для новых партнеров, которые недавно в бизнесе и которые еще, скажем так, не построили младшего менеджера и которые работают, может быть, сами. Сегодня я хочу поделиться прежде всего своим опытом и теми наработками, которые я смог перенять у своих спонсоров, которые я смог извлечь из нашей системы и, может быть, из каких-то книг. Сегодня мы поговорим о работе со спонсором. Спонсор в нашем бизнесе – это тот человек, который прежде всего материально заинтересован в нашем успехе. То есть это тот человек, который готов вам помогать, он даже больше заинтересован, наверное, чем вы. То есть когда вы будете зарабатывать хорошие деньги, деньги, тогда ваш спонсор будет также зарабатывать хорошие деньги. И хочу, чтобы вы сразу понимали, что у вас есть не один спонсор, у вас есть целая спонсорская линия. То есть есть человек, который вас подключил в бизнес, есть человек, который его подключил в бизнес, он также является вашим спонсором, вышестоящим. И таким образом вы сможете подняться вплоть до Генриха Эрдмана и даже до Хольгера Куната. Поэтому если ваш непосредственный спонсор, тот человек, который вас подключил в бизнес, он не активен на данный момент, то обязательно достучитесь, найдите спонсора, который активен. Может быть это будет ваш пятый в высоту спонсор, но найдите обязательно, потому что если вы затеряетесь у спонсора, это, скажем так, вам будет намного тяжелее строить бизнес. Хочу сразу, чтобы вы понимали, что спонсор вам ничего не должен и он не обязан вам помогать. Почему? Потому что если он хороший спонсор, у него кроме вас есть и другие люди. Поэтому спонсор, вы должны с ним прежде всего наладить отношения партнерские. И конечно же любой спонсор будет заинтересован. Что нужно делать со спонсором? Прежде всего первые звонки, это то, на чем очень многие партнеры, они просто, ну их просто это выбивает с бизнеса. Очень много людей делают звонки самостоятельно. И у меня также бывали такие партнеры, и очень много таких, которые говорят, да я сам приглашу, не надо, давай завтра вот уже будем встречу проводить. И это задача, конечно, к спонсору, чтобы вы могли донести информацию до вашего партнера, что звонки нужно делать первые при спонсоре. Почему это важно? Потому что даже если вы делаете правильные звонки, у вас все классно получается, вы закладываете в этот момент неправильное копирование. В нашем бизнесе дубликация это основа. То есть вы должны делать вещи очень простые, которые сможет сдублировать любой человек. Если вы не приглашаете вместе со спонсором, то вероятность, что ваши партнеры будут приглашать с вами, но практически равна нулю. Я уже не говорю о 10 или 20 глубине. Поэтому делайте правильные вещи, пока у вас небольшая команда или ее пока нет. Потому что все дублируется. Если вы приглашаете не со спонсором, не вопрос, может вы профессионал, может быть у вас был опыт, но не факт, что у ваших партнеров будет этот опыт. Первые презентации. Это то, что нужно проводить со спонсором обязательно. У меня очень много есть партнеров, которые сами набивают свои шишки. И это нормально, потому что мы так устроены, что мы все-таки на своем опыте быстрее учимся. Но я вам хочу сказать, что первые презентации вы просто обязаны провести со своим спонсором. Прежде всего, опять копирование. Большинство людей, которые сидят у вас перед вами на презентации, если вы проводите ее, допустим, в кафе, большинство людей будет задавать вопрос, а смогу ли я, а получится ли у меня точно так. И если вы будете со своим спонсором, если вы просто его представите и будете молчать, а спонсор будет делать работу, то поверьте, большинство людей также подумает, ну я тоже смогу пригласить своего друга. Я тоже смогу пригласить человека, и мой спонсор также сделает эту работу. Поэтому это очень важно. Первые презентации вы должны проводить со спонсором. И, ну, хотя бы для того, чтобы они были более эффективны. Вторые встречи. То есть повторные встречи с вашими кандидатами. Если вы провели спонсор, если вы провели встречу со спонсором, да, или уже сами провели встречу, то вторые встречи обязательно. Почему так? Отвечу на вопрос, если спонсор подписал и на завтра уехал, ищите вышестоящего спонсора. В наше время мы можем работать через скайп, в интернете, и это абсолютно не помеха. У меня также есть партнеры в разных уголках Украины и не только, поэтому я знаю, что Андрей Веденьев строит бизнес вообще издалека, и без проблем это все получается. В наше время это не проблема. Поэтому, если спонсор не в вашем городе, то иногда это даже плюс, потому что вы будете больше его ценить. Да, и чем более вы самостоятельны, есть даже такая поговорка, чем хуже спонсор, тем больше вероятность, что вы станете лидером. Ну, потому что спонсор, он не нянька, он не должен за вас сделать всю работу, но первые шаги он должен вам помочь сделать. Вторые встречи, это очень важно. Если вы уже самостоятельно проводите встречи, но на вторую встречу, если человек заинтересовался, если человек на встречу оценил видео выше семи, то вы просто обязаны пригласить его на вторую встречу со спонсором. Друзья, если у вас нет вторых встреч, у вас нет бизнеса. Это важно, это очень важно. Я рекомендую вам прямо на встрече с человеком, если только вам человек говорит семь и выше, мне это интересно, прямо сразу же при нем берете мобильный телефон и набираете своего спонсора и говорите «Привет, Сергей» или «Привет, Андрей, у меня сейчас сидит передо мной, допустим, Наташа, она оценила видео на восемь, ей интересно, когда мы можем с тобой встретиться». Это очень хорошо работает, потому что если человек пообещал вам, это хорошо, но если он пообещал вам и еще и постороннему человеку, тем более если вы сделали промоушен этому спонсору, то вероятность того, что он придет на вторую встречу намного выше, потому что вы потом можете сказать «Слушай, ну я же уже договорился, поэтому давай все-таки ты приди». Вторая встреча – это очень важно. Если вы даете человеку тест-пак, это вообще супер, потому что у вас, ну человек по-любому придет на вторую встречу, он принесет вам тест-пак. Если вы не даете тест-пак, постарайтесь человеку дать что-то на встрече, допустим, диск или книгу какую-то, или может быть какой-то продукт на тест, ну или четко договариваетесь, это очень важно. На встречах вы должны четко договориться на вторую встречу. Я на этом делаю акцент, почему такой, потому что это тот косяк, на который наступает 99% партнеров, потому что проводим встречи, но вторых встреч нет. И поэтому было бы правильнее спрашивать у партнера, сколько вторых встреч ты проводишь, а не первых. Поэтому, друзья, делайте большой-большой акцент на вторые встречи. Следующий пункт – это запуск партнеров. Запуск новых партнеров – это то, как раз, что нужно доверять спонсору. Во-первых, это человек более опытный и, опять же, третье лицо. Есть такое понятие в нашем бизнесе, в основном мы начинаем работать с нашими близкими, друзьями, те люди, которые нас хорошо знают. И если они нас хорошо знают, как правило, они нас просто не слышат. Но если вы приводите третье лицо, если вы приводите человека и говорите хорошие вещи, промоушен, я сегодня об этом это немножко затрону, то это третье лицо как раз сможет достучаться к вашему кандидату. Иначе просто вас человек, как правило, не слышит. Запуск партнеров – это важно, потому что стартовые тренинги, если будет проводить ваш спонсор, это в большей степени повысит эффективность ваших новых партнеров. Запись идет, да, не волнуйтесь, все будет. И планирование. Обязательно каждый месяц вы должны звонить своему спонсору и записываться на планирование. Обратите внимание, не спонсор вам должен звонить, а вы должны звонить спонсору. То есть инициатива должна исходить от вас. Это очень важно, потому что, ну скажем так, есть такая поговорка, спонсор достается тому, кто его достает. Поэтому не стесняйтесь, вы договариваетесь, звоните спонсору и планируйте месяц. И потом желательно каждую неделю сверять план, план работы. Если вы работаете самостоятельно, спонсор вам нужен для планирования, для консультации, для какой-то корректировки. Поверьте, спонсор намного больше видит, ему сверху больше видно ваш бизнес. Поэтому, конечно же, на планирование нужно приходить с инструментами, нужно брать планировщик, нужно заполнять консультационный лист. Это все есть в нашей системе, поэтому изучайте 10 шагов. Основная задача не затеряться у спонсора. То, что я говорил, вы должны звонить человеку, не он вам. Вы должны проявлять инициативу, вы должны брать на себя ответственность. Спонсор не должен вам звонить и говорить, давайте проведу встречи, он не должен вам звонить и говорить, давай я приеду к тебе в город, давай мы организуем у тебя мероприятие, стартовый семинар. Спонсор не должен звонить и говорить, ну что, сколько человек ты везешь в Киев, да, или там в Одессу на мероприятие. Вы должны звонить спонсору и говорить, я хочу привезти в Одессу там 5 человек, допустим. Конечно, слова должны быть подкреплены купленными билетами, но самое главное, что вы должны звонить спонсору. Нужно делать промоушен. Что такое промоушен? Это придание ценности и важности кому-либо и чему-либо, что влияет на ваш бизнес в позитивную сторону. В данном случае мы говорим о спонсоре, поэтому вы должны делать промоушен спонсору. Что это такое? Когда вы приглашаете человека на встречу, своего кандидата, вы должны ему сказать, ты знаешь, я пригласил на эту встречу еще своего спонсора, но постарайтесь не говорить слово спонсор, потому что для не партнеров, для наших кандидатов это немножко не та формулировка, они постоянно путают, они думают, что это спонсор финансовый. Поэтому вы просто говорите, я пригласил, допустим, Андрея, это человек, который в нашем бизнесе уже преуспел, у него есть хороший результат, и я у него учусь, поэтому очень классно, что у него получилось выделить нам полчасика, и супер, что он сможет донести тебе эту информацию. Это к примеру. Вы можете сказать, что этот человек очень, даже если у него нет результата, поверьте, это вам нужен. Этот промоушен нужен не спонсору, а вам. Если даже ваш спонсор не имеет большого результата или вообще его не имеет, вы все равно должны сделать промоушен. Скажите какие-то, не нужно врать, не нужно говорить, что ваш спонсор миллионер, и он ездит на Мерседесе, если это не так. Вы должны просто сказать какие-то хорошие несколько предложений в его сторону. Вы можете сказать, что этот человек хороший семьянин, он, допустим, добился большого успеха в своем бизнесе, и сейчас в нашем бизнесе мы вместе работаем. Вы можете сказать, что этот человек помог нескольким людям подключиться в этот бизнес. Этот человек дольше в бизнесе, он больше разбирается, именно поэтому я его позвал. То есть вы должны найти что-то хорошее в вашем спонсоре. Поверьте, в любом человеке можно найти что-то хорошее и об этом говорить. Я хочу вам дать такое небольшое задание. После этой школы обязательно свяжитесь с вашим спонсором и задайте вопрос, как правильно его представить на встрече. И прям возьмите ручку и запишите. Пусть вам спонсор продиктует, пусть он вам скажет, как его лучше представить. Это не должна быть большая речь, это должно быть буквально несколько предложений, каких-то достижений вашего спонсора. Кроме промоушена, вы должны консультироваться у спонсора. То есть по всем вопросам, которые у вас возникают, прежде всего должны обращаться к вашему спонсору. Конечно, не стоит выливать кучу вопросов, которые вы можете и сами, скажем так, получить ответ. У нас есть линия поддержки в компании. Если у вас есть вопросы по продукту или по каким-то техническим моментам, вы можете звонить в компанию. Но поверьте, спонсор – это тот человек, к кому вы в первую очередь должны обращаться. Не к спонсору какой-то параллельной ветки, не к какому-то, я не знаю, человеку, который может быть вообще в другой компании. Но просто бывает и такое. А именно к своему спонсору, к вышестоящему спонсору, потому что только он вам может дать правильный ответ, потому что только он заинтересован, чтобы вы преуспевали. Поэтому консультация обязательно со спонсором. По всем вопросам. Обучаться. Я думаю, вы сделаете приятно для своего спонсора, если вы будете профессионалом, если вы станете профессионалом. Поэтому вы должны обучаться, вы должны быть на всех событиях, вы должны стать ключевым человеком со временем. Ключевым человеком. То есть вы должны пользоваться продукцией, вы должны проводить встречи от 15 до 30 встреч в месяц. Ну и, конечно же, посещать все события и это основа. Поэтому вот такие вот моменты, это основные моменты, которые вы должны прорабатывать со спонсором. И хочу остановиться на основных таких ошибках. То, что быстренько я набросал, но это то, что, по моему мнению, мешает многим людям построить бизнес. Первая ошибка – я сам. Это такая ошибка, которую вот почему-то мужчины чаще наступают на эти грабли. Да, они говорят, что я сам сделаю этот бизнес, я сам буду проводить встречи и начинают придумывать кучу разных велосипедов. Поверьте, друзья, в этом бизнесе за 30 лет изобретены все велосипеды. И те мысли, которые у вас возникают, поверьте, у вашего спонсора или спонсора вышестоящего, они уже возникли, он, может быть, это уже проверил. Если, особенно мужчина, если вы сидите и думаете, вот классно, открою интернет-магазин, да, или вы думаете, я открою несколько точек на рынке или в супермаркете, поверьте, это уже пройденный этап. Ваши спонсоры это уже прошли 150 раз, и вы не один такой гений догадались сделать такую уникальную систему. Поверьте, Генри Хердман мог себе позволить открыть ни одну точку ни на одном рынке. Но он почему-то этого не сделал. Наверное, Генри Хердман разбирается, как строить бизнес, правда? Поэтому, друзья, если вы думаете, что вы сами построите этот бизнес, но это такое, чаще всего мешает нам эго, которое нам, ну мы почему-то думаем иногда, что наш спонсор недостаточно много зарабатывает, вот он не так хорошо выглядит, как бы я хотел. А вот мои знакомые подумают, что это не профессионал. Но, друзья, поверьте, ваше знакомое будет думать о вашем спонсоре ровно столько, сколько вы будете делать ему промоушен. Поэтому очень важно, что вы будете говорить о своем спонсоре вашим знакомым. Вторая ошибка – это неправильное отношение. Да, здесь я уже, я думаю, я об этом поговорил. Неправильное отношение к спонсору. Да, иногда мы при своих знакомых, при своих партнерах, да, вот это панибратство, да, когда мы спонсору, ну, скажем так, не проявляем уважения достаточно, да. То есть, то, что я говорил о промоушене, это важно, но вы должны не только словами это делать, а вы должны показывать это дело. Если вы, допустим, со спонсором вместе, уступите место спонсору, дайте ему лучшее место, уступите место на парковке, помогите ему принести там продукцию или диски, помогите… Покажите, что вы действительно уважаете этого человека, что этот человек для вас играет большую роль. И вы должны это делать своим отношением. То есть, вы должны действительно так относиться. Ни в коем случае не делайте тех ошибок, да, когда вы не делаете промоушен. Поверьте, тот кандидат, который перед вами сидит, таких будет сотни, а то и тысячи. Но спонсор у вас один. Поэтому промоушен вы должны делать вашему спонсору, а не вашему кандидату. Это очень такая серьезная тема. У меня было очень много таких граблей, когда мой партнер делал промоушен своему кандидату, но не мне. И он говорил слова такие, знаете, у меня была одна встреча, такая, расскажу пример. Когда мой партнер приехал к какой-то предпринимателю на встречу, и он говорит, ты, пожалуйста, извини, что я тебя выдернул, я знаю, что ты очень занятый человек, я знаю, что ты ехал через весь город, но у нас есть для тебя дело, может быть, если ты захочешь разобраться, может быть, тебе это понравится. Но если не понравится, то извини. И понятно, что в мою сторону не было никакого промоушена. Понятно, что этот человек забросил ногу на ногу и говорит, что там у вас, рассказывайте. И буквально одно приложение я сказал, он говорит, это что, сетевой маркетинг? Я говорю, ну, конечно, сетевой маркетинг. Он поворачивается к своему знакомому и говорит, Славик, какого, извини за выражение, ты меня вообще выдернул? Что ты мне не сказал, что это сетевуха? Я бы не ехал через весь город, не тратил бы на вас кучу времени. Ну и понятно, я думаю, вы понимаете, да, что, как себя я чувствовал, о том, что, ну, о какой вообще, о каком бизнесе могла идти речь. Потому что промоушен был в другую сторону, обо мне не было сказано ничего. Поэтому, друзья, не делайте такие ошибки, это вам надо, промоушен вам нужен. И, конечно, негатив. Если у вас есть какой-то негатив, вы, прежде всего, его, ну, если он конструктивен, да, вы должны его, ни в коем случае не нужно его опускать вниз вашим партнерам. Если вам не подошел какой-то крем, да, или доставка, допустим, пришла, но вместо какого-то крема пришел другой, да, или вам там пробники не доложили, ни в коем случае не нужно это опускать вниз и говорить это своим партнерам. Вы должны эти моменты решать со спонсором. Прежде всего, отношение у вас должно быть такое, что это ваша компания, и если у вас есть какая-то проблема, нужно ее решить. И это нужно делать со спонсором. Потому что, поверьте, если вы скажете такой, ну, какой-то минимальный негативный момент, то на десятой глубине у вас там уже такое раздует. Я думаю, многие из вас читали книгу Тома Шрайтера. Читали Тома Шрайтера, когда он рассказывал о примере, что партнер звонит своему нижестоящему и говорит, ты представляешь, мне из десяти продуктов, ну, скажем так, один продукт не доложили. А потом на третьей глубине уже свой спонсор звонит партнеру и говорит, ты представляешь, мне из десяти продуктов пять только пришло. А на десятой глубине уже спонсор звонит своему партнеру и говорит, ты представляешь, я заплатил, мне вообще ничего не прислали. А на сотой глубине, ну, это уже прикол, конечно, на сотой глубине спонсор звонит и говорит, ты представляешь, представители компании сейчас с винтовками отстреливают моих дистрибьюторов. Что делать? Это, конечно, смешно, но этот испорченный телефон, чем глубже, тем он более усугубляется. Поэтому, друзья, никакого негатива в глубину. Все моменты нужно решать только со спонсором. Иначе вы просто можете разрушить свой бизнес. Ну, и основная ошибка – это просто не использовать спонсора. Поэтому, если ваш спонсор, он не в вашем городе, все равно вы должны его использовать. Ну, как, пользоваться спонсором – это наш основной инструмент. Хочу вам дать задание. Задание на ближайшую неделю. Вам нужно написать список знакомых. У кого еще нет списка, я вам рекомендую это сделать, потому что многие люди относятся к этому несерьезно. Возьмите ручку, бумагу и напишите. Да, если вы пользуетесь какими-то инструментами, там, Google Docs или Excel или еще что-то, да, напишите там, но он должен быть написан. Это список, это не телефонная книга. Это именно список, который вы будете переписывать раз в полгода, как минимум, и перед каждым событием вы также будете писать отдельные списки. Спланируйте работу. Со своим спонсором спланируйте работу, возьмите планировщик, узнайте, когда он сможет провести для вас встречи. Когда он свободен, когда он сможет выделить вам время и когда он сможет провести встречи. Если ваш спонсор в другом городе, договоритесь, когда он сможет в Скайпе провести встречи для ваших кандидатов. Вы можете с кандидатом вместе сесть в кафе, подключиться через Wi-Fi и через Скайп пообщаться. Если нет такой возможности, вы сможете сделать трехсторонний звонок и дать возможность спонсору провести эту встречу. На каком-то этапе вы, после того, как вы представите спонсора, вы можете отключиться, чтобы дать возможность видео, да, чтобы ваш кандидат мог видеть вашего спонсора. Сделайте приглашение. Не делайте приглашение сами, сделайте приглашение вместе с вашим спонсором. Если вы в разных городах, это можно сделать в Скайпе. То есть вы можете включить Скайп и делать звонок при вашем спонсоре. Первый звонок рекомендую сделать вашему спонсору. Потренируйтесь, не звоните, не портите свой список. Поверьте, большинство людей первые звонки, они собирают иногда все грабли, которые можно собрать. Поэтому звоните при вашем спонсоре, делайте приглашение вместе. Если вы живете в одном городе, вообще супер, вы сможете это сделать вместе. Проведите марафон встреч. Постарайтесь в ближайшую неделю организовать марафон встреч, это когда вы на один день можете пригласить 5, 7, 10 кандидатов. Вы можете на одно время приглашать несколько человек, 2-3 человека, но постарайтесь, чтобы это люди были с одного социального уровня, чтобы это не был какой-то предприниматель и уборщица, чтобы это не был человек с опытом в сетевом и без опыта. Поэтому постарайтесь их как-то компоновать. Но благодаря таким марафонам, во-первых, вы не будете дергать спонсора по одной встрече. Многие так делают. У меня был такой партнер, который говорил, Сергей, я договорился на 3 встречи. Одна встреча в Мост-Сити, вторая встреча в Караване, это в другой стороне города, а третья встреча в Дафи, это в третьей стороне города. Поэтому, друзья, не нужно так делать, ваши кандидаты должны подстраиваться под вас. Здесь уже вопрос приглашения, вопрос вашего отношения, вашей позиции. Это также нужно работать со спонсором. Вторые встречи. Да, если вы провели встречи, срочно договоритесь на вторые встречи со спонсором. И если у вас появляются какие-то заинтересованные люди, если вы понимаете, что этим людям интересно, обязательно их к спонсору. Ну и последнюю фишку, которую хочу вам дать, то, что, ну скажем так, бонус. Обязательно, когда вы приводите своего кандидата на стартовый семинар или на бизнес-день, обязательно подведите его к спонсору и познакомьте его со спонсором. Особенно, если ваш спонсор был на сцене, вы можете вообще этим пользоваться, потому что это такой очень классный инструмент и очень классно работает. не просто подведите, да, скажите, допустим, привет, Андрей, я хочу тебе представить своего там одноклассника или хочу представить своего там хорошего знакомого. Вот это Вася, он первый раз на бизнес-дне или он первый раз на стартовом семинаре и ну вот ему там понравилось мероприятие. Да, конечно, ваш спонсор сработает на вас и, конечно, он сделает промоушен вам. И таким образом он отдаст силу вам и ваш знакомый будет вас слышать. Потому что если правильный, ну, если, скажем так, умный спонсор, он не хочет работать за вас. Поэтому он, конечно же, отдаст вам промоушен и он скажет, ты знаешь, Вася, слушай этого человека, потому что это один из ключевых партнеров и я вижу в нем большой потенциал. Вот, друзья, в принципе, основные моменты я проговорил. Ну, конечно же, работа со спонсором – это очень такой тонкий момент. Вы должны понимать, что рано или поздно у вас могут возникнуть какие-то разногласия и даже есть такое выражение, я слышал на одном из дисков, что рано или поздно любой партнер называет своего спонсора идиотом. Но я прошу вас не забывать, что вы также спонсор. Поэтому, друзья, я хочу вам пожелать использовать спонсора прежде всего правильно. Я хочу пожелать вам, чтобы вы привезли как можно больше людей на события и представили своим спонсором. Если в вашем городе нет вашего спонсора, вы можете использовать так званого системного спонсора. Это может быть ваш не личный спонсор, но человек, который проводит стартовый семинар. Вы можете также подвести своего новичка к этому человеку и сказать, что вот, допустим, познакомить. То есть все лидеры, они понимают, что у нас командный бизнес и точно так же в другом городе его партнера кто-то подведет к другому лидеру. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы эта школа была полезна для вас. Я хочу, чтобы вы как можно меньше граблей собрали и чтобы вы как можно эффективнее работали со спонсорами и закладывали правильный фундамент, потому что как вы относитесь к спонсору, точно так же будет относиться к вам. Поэтому, друзья, думайте, думайте перед тем, как что-то говорить своим партнерам. Запомните, в нашем бизнесе все копируется, все дублируется, дублицируется. Если вы делаете хорошие вещи, если вы делаете правильные вещи, то партнеры вас будут дублировать. И плохая новость в том, что если вы делаете неправильные вещи, партнеры так же будут вас дублировать, дублицировать. Поэтому, друзья, у меня все. Мне было приятно быть полезным для вас. Я надеюсь, что эта школа была полезна. Ну, ставьте плюсик, если это было так. И увидимся в Одессе. Еще раз вас всех с праздником. Увидимся в Одессе 18 числа и на Академии 19 числа. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok